Вот человек, когда он первый раз осознаёт в себе, что он верит в Бога, что Бог есть, что он человеку нужен, и дальше свой путь какой-то начинает, вот это вот первое понимание, ну, для взрослого человека, это дар от Бога, благодать какая-то человеку даётся, или это его собственное решение, с которым он дальше начинает уже жить, в этом что больше, произволение Божие или, собственно, усилие человека над собой? Ну, тут бы, конечно, я бы с удовольствием прочитал бы вам лекцию о Богочеловечестве, который исповедует христианство, но это уже будет слишком сложно и долго. Хочу вам сказать так, всё зависит от степени искренности человека, стремления к Богу. Что значит к Богу? Ну, всё равно, значит, к Богу, попрошу обратить внимание, Бог – это не какое-то существо, которое сидит где-то на какой-то планете там. Богу, то есть, стремится к святости жизни. Я вот вижу, что я как живу, не знаю, как кто, не буду сравнивать. Господи, помоги мне избавиться от всей этой грязи, всей этой дряни. Господи, помоги мне! И вот Бог-то как раз видит степень стремления человека действительно избавиться от этого. И каждому искренно стремящемуся Бог, конечно же, даст. Потому что, как он говорит, идущего ко мне никого не изгонит. Просите – и даст вам. Вот. Так что зависит это от нас. Ещё раз скажу. Бог – это как Солнце, которое светит на всех. И Христос об этом говорит. На всех. Одинаково. Вы слышите? Солнце на всех одинаково. Но не все зато не трепрячутся от Солнца. Вот крот, крот, например, тут же в землю зароется. Ему солнышко не нужно. А бабочка напротив паркает, вся сияет. Но мы по-разному воспринимаем это. Значит, всё зависит от нашего состояния. А Господь – есть любовь, одинаковая ко всем. Одинаковая. Как Солнце одинаково смотрит на всех. А вот наша искренность, она бывает очень разной. Бога иногда мы что – к Богу? Ну, даже человек не понимает, что значит Бога Он хочет. Если я хочу, то я начну читать Новый Завет. Что это такое? Что это там такое? Начну спрашивать, какие вопросы возникают. Вот та же молитва. Как молиться? Как поститься? Как жить в семье? Как относиться вот к тем ситуациям, которые возникают у меня на той же работе и так далее? То есть, с христианской точки зрения, как правильно поступить мне? Вот на такое искание Бог всегда ответит. Найдёт или человека, или книгу, или сами обстоятельства. Но Бог всегда найдёт средства помочь человеку. Вот так.